всем привет давно вы не виделись с моими розочками посмотрите на них они цветут есть даже отсветшие я их срезала ну почти отсветшие срезала сейчас расскажу почему это у меня роза кардана из супермаркета и в горшке как они обычно продаются было четыре куста остался один из всех и теперь мне нужно его пересадить потому что он во первых сидит посередине в общем здесь вот сидели еще но они по разным причинам не дожили до сегодняшнего дня остался вот этот причем кстати говоря не самый мощный на первый взгляд ну вернее из всех самый крупный экземпляр вот как раз погиб почему-то это я к чему говорю что когда вы покупаете розы или вам дарят их их несколько в горшке не спешите и нет конечно можно разделить но не раз не спешите их выбрасывать потому что очень большая вероятность что останется из всего этого один я не стала их намеренно делить по разным горшкам чтобы у меня тут не было четыре одинаковых вот они так и росли и так и жили все вместе и в общем победил сильнейший и вот посмотрите как она теперь выглядит магазине на выглядела вот такой высоты был все четыре растения вот такие были теперь она в таком большом горшке дает мне по три цветка вот этот цветок который стаканчики вот этот тоже я обрезала с нее это вот отсюда росло вот так обрезал потому что ее пора пересаживать и пора поменять грунт он прошлогодний то есть это еще летний грунт в общем там давным-давно уже ничего не осталось роза очень нуждается в питании и чтобы эту красоту поддерживать нужно много кушать начнем я посажу ее в этот же горшок и заменю просто субстрат для начала я обрежу цветы я думала ее пересадить еще раньше сейчас уже середина марта надо было где-то феврале но тогда у нее бутоны только завязывались цветы еще не раскрылись и поэтому я решила подождать и даже вот обрезала один цветок чтобы дать вот этим двум возможность отцвести зацвести быстрее раскрыть бутон и чтобы значит провести эту пересадку это я сейчас так обрежу цветочек я поставлю туда же в стакан он еще очень хороший он только распустился сегодня вот так полностью то был бутончиком вот так я ему листики оборву снизу и поставлю стаканчик то же самое и с этим нижние листики обрываем и ставим сюда а с кустом будем работать чтобы пошли новые побеги нужно обрезать это еще ниже досмотрите до конца в конце видео я дам алгоритм ухода за растением которые вам подарили в частности за розой так что оставайтесь на канале и здесь я обрежу три почки оставлю 1 2 3 туда 3 можно так можно конечно 5 но это много вот так у 3 здесь получается у меня вот здесь две почки вот на этом стволе на этой ветке листвовали вот здесь две почки здесь 1 2 3 покороче нож можно сделать чтобы колено убрать вот так вот на эту почку отрезать и здесь три и вот этот кустик сейчас мы будем пересаживать корней у него там много я когда пересаживала заметила что она растет очень хорошо особенно в этом субстрате о котором сейчас тоже расскажу когда будем вытаскивать рыхлый можете посмотреть мой предыдущий ролик в котором я рассказывала про пересадку ролик о пересадке как раз розы там я говорила что входит состав этого грунта можете для интереса посмотреть а сейчас я буду сажать розу в другой субстрат который я смешивала не так давно неделю назад наверное для как раз заготовила его для весенних пересадок и сажаю в него все свои комнатные растения и пересаживаю бонсай корешки на видно их вот так вот посмотрите вот они их много беленькие вверх почему-то здесь много биогумуса в этом грунте и поэтому корни тут везде буквально как собственно и должно быть в горшке подрежу и корешки чуть-чуть чтобы хватало места им в горшке увеличивать объем не буду и так это достаточно много ну и мешать то кстати тоже не следует потому что тогда роза будет испытывать нехватку питательных веществ особенно во время цветения или после цветения а может и вообще не зацвести если ей не будет питания хватать поэтому вот такой объем он оптимальный можно сказать они даже вчетвером росли но видно у них была конкуренция потому что судя потому что выжили не все вот какой крив корень в ой кстати да вовремя пересаживаю потому что вот этот корень он видно торчал из горшка вот смотрите какая корневая берем ком много очень беленьких хорошеньких наверное стоит тут остатки кстати вот растение было но не вот это наверно я после цветения обрезала она почему-то не дала больше побегов молодых стояла стояла вроде почки набухали а потом что-то случилось и что-то пошло не так и она решила не расти больше хотя я действовала со всеми растениями одинаково то есть после цветения ехал так обрезаю на три почки и они потом дают новые побеги какая корневая мохнатая очень хороший грунт хорошо осыпается в общем можете посмотреть в предыдущем ролике мой грунт а можете вот применять тот который я сеть сегодня буду использовать о нем тоже есть ролик я его смешивала грунт называется вернее ролик называется идеальный субстрат для идеальной корневой системы он там в нем он состоит из других ингредиентов но принцип тот же самый то есть грунт должен быть проницаем для воздуха и для воды и не застаиваться у корней не обвязывать их как это делает торф а быть таким вот рассыпчатым чтобы легко его можно было чтобы корни легко можно было освободить от этого субстрата я обрежу корешки сейчас вот так чтобы она начинала расти что сейчас уже листьев нету и столько корней это перебор они все равно будут отмирать ну те что лишние пока вот так такой объем останется и сейчас я все это уберу будем сажать все помыла горшок вымыла керамзит его здесь примерно одна четверть высоты ну горшок заужается к низу может быть это конечно маловато но у меня грунт тоже такой на основе керамзита поэтому достаточно вот субстрат о котором я говорила то что я смешала посмотрите ролик о нем к нему я сейчас добавлю еще немного биогумуса так как здесь для розы недостаточно есть все таки нужно много питательных веществ я уже об этом говорила чуть раньше грунт очень рассыпчатый он уже у меня практически неделю стоит ничем не прикрытый достаточно сухом воздухе у нас тепло батареи тоже еще пока работают и он влажный возьмите себе на заметку как не оставить ваше растение без влаги надолго вот столько наверное хватит мне сейчас еще биогумус обычный биогумус в пакете который продается в гипермаркетах где есть отделы для сада и огорода ну я вот пару лопаточек буквально добавлю не потому что мне жалко а потому что все равно розу пересаживать она конечно не съест этот возможно не съест весь этот биогумус но так как у нее корневая система развивается быстро то пересадки раз в год обязательно я бы даже сказала что раз в год это минимум пересадка для розы в горшке она еще может потребоваться летом например после цветения она кстати цветет можно сказать что беспрерывно если есть света достаточно она будет цвести у вас весь год на подоконнике или под лампой я досвечивала ее зимой и она цвела потом естественно были обрезаны все эти бутоны и она вот вырастила листья вырастила ветки сформировала бутоны и цвела цветение которое вы сейчас видели тот ком я не отряхнула до конца чтобы пока тут я мою горшок чтобы она не высохла а то он корешки уже более серые стали то есть нужно заботиться о влажности корней она полита была по моему вчера то есть она не должна сейчас высохнуть все хорошо это наверное еще немножко будет слишком низко вот и можно посадить в центр грунт не содержит у меня земли дерновой совсем стоит целиком и полностью из сыпучих материалов сыпучих компонентов прям рекомендую посмотрите ролик обо всех рассказывала подробно о преимуществах и недостатках вот поэтому я очень сильно надеюсь что роза не притянет к себе никаких вредителей потому что она ну на нее садятся и белокрылка может тля может поселиться у нас в прошлом году летом было очень много тли было сразу сухо дождей не было весной была сухая погода жаркая долгое время и тля прям висела гроздями на всех деревьях которые у нас растут под окном во дворе там и сирень вся облеплена была и тополь который уже практически достает мне до седьмого этажа листьями вот а растения у меня стоят на окне и за окном стоят окна открыты же летом и все вот это вот летает в общем я с ней ее лечила боролась с вредителями прошлым летом поэтому сейчас я сделала субстрат который будет им не интересен чтобы они не имели возможности откладывать личинки свои яйца ну то есть не имели возможности размножаться в этом грунте где растут мои комнатные растения и бонсай конечно тоже так вот все посадили сейчас я ее полью вы посмотрите на влагоемкость поливаем растения розочку хорошо нужно пролить первый раз потому что там есть в грунте некоторые пылящие составляющие чтобы вся вот эта пыль мелкая вышла из дренажных отверстий а последующие поливы уже будут не такими не такая будет грязная вода выходить из поддон как сейчас еще может биогому сдавать такую окраску на первых порах но потом все время чистая вода выходит роза любит влагу но не любит застоя воды а вот немножко мутненькая вот это то о чем я говорила но это не страшно вот я вылила практически литр воды вот у меня вот уровень и она только сейчас начинает выходить много конечно ее еще останется здесь впитается во все вот эти компоненты ссылка на ролик будет в подсказках заходите смотрите можно потом также на канале его найти все готово сейчас ее на солнце ставить нежелательно когда столько листьев обрезали корней я поставлю ее в затененное место на рассеянный свет через какое-то время где-то может через месяц она вот пойдет у нее прирост она будет давать новые почки раскрывать побеги пойдут через месяц полтора примерно уже нужно будет начинать ее подкармливать ну вообще-то минеральные нужны ей для цветения но я бы рекомендовала комплексные удобрения они сбалансированные там есть все необходимое а просто минералами можно загубить растения особенно не имея опыта перекормить и сгорят корни в общем перед цветением во время цветения и после цветения ее нужно подкармливать розе нужен свет всегда зимой желательно тоже тогда она будет цвести у вас если нет такой возможности можно поставить ее куда-нибудь в прохладное место чтобы она не вытягивалась потому что она даст тогда очень длинные побеги будут большая много будет зеленой массы а цветов не будет и когда она решит цвести этот куст будет вынужден еще большим вырасти ну не знаю нужно ли вам это мне вот нет мне нужно чтобы она была как можно компактнее и не цвела как можно больше и дольше а сейчас обещанный алгоритм подробно все этапы адаптации и ухода за розой в горшке можно увидеть в плейлисте про нее ссылка в подсказках здесь я просто перечислю эти этапы в начале апреля она была куплена на 2-3 недели я изолировала розы от остальных растений все это время необходимо наблюдать за новыми растениями чтобы вовремя обнаружить насекомых или патогены к счастью все обошлось теперь нужно проверить уживемся ли мы с розой в одной квартире подойдут ли ей мои условия и смогу ли я понять как за ней ухаживать чтобы это понять в конце апреля я срезала бутоны и пересадила все растения снова в один горшок только большего размера подробнее о грунте смотрите в части 1 об уходе за розой или в ролике про керамзитовый субстрат ссылки в подсказках через месяц в мае стало понятно что все розы прижились и пустились в рост тогда я сделала санитарную обрезку и удалила все лишнее смотрите часть 2 в плейлисте в середине лета роза выгнала несколько бутонов и зацвела в июле ее нужно было снова пересадить заменить грунт и дать больше горшок так как разросшимся корням стало тесно и растения начали испытывать голод об этом ролик с третьей частью ухода за розой в том же плейлисте сейчас март начинается ее второй сезон в моей квартире и так за год в моем доме из четырех растений выжило одно объем горшка 4 и 6 литра этого достаточно для одного растения и я не стану дальше увеличивать горшок роза хорошо прижилась за год она полностью обновилась отныне пересадки будут один раз в год весной обрезать правда все равно придется после каждого цветения чтобы стимулировать новое если вы напишите в комментариях что вам интересно узнать как роза чувствует себя в керамзитовом субстрате я сниму видео об этом выращивайте розы на подоконнике потому что это красиво подписывайтесь на канал увидимся